В Симферополе орудуют вандалы, их творчеством коммунальщики недовольны. Смыть их очень тяжело. Все средства, которые мы применяли, антивандальные, они очень малоэффективны. Прививочная кампания в Крыму в самом разгаре, как и теплая погода. Как защитить себя от вирусов с приближением холодов? Вакцинация у нас идет с 1 сентября. Она идет достаточно интенсивно. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил членов комиссий, которые будут заниматься выборами глав городских и некоторых районных администраций. В состав комиссий каждого муниципалитета войдут и исполняющие обязанности заместителя председателя Совета Министров Крыма. В общей сложности выборы пройдут в 20 муниципальных образованиях республики. А именно в Ялте, Феодосии, Судаке, Саках, Красноперекопске, Керчи, Ипатории, Джанкой, Алуште и Армянске. Определение нового главы администрации также пройдет в Симферопольском, Нижнегорском, Красноперекопском, Ленинском, Кировском, Белогорском, Бахчисарайском, Первомайском, Черноморском и Сакском районах. Напомним, по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова в отставку ушли руководители всех муниципалитетов республики, после чего была объявлена дата конкурса. В последнее время Симферополь начал преображаться. Ремонт дорог, озеленение и долгожданная реконструкция Салгира. Не успели ее полностью закончить, как за дело взялись вандалы. Они изуродовали подземный переход под проспектом Кирова, вооружившись маркерами и баллонами с краской. Мусор на улицах, нечистоты, поломанные лавочки. Подобное описание вряд ли к лицу крупным городам и уж тем более столицам, даже региональным. Симферополь, к сожалению, подходит для этих эпитетов. Виной всему не отсутствие уборки, а сами люди, которые не считают зазорным выбросить под ноги окурок, в пьяном угаре разбить окно или разрисовать подземный переход. Людям это не нравится, они жалуются, возмущаются. Иногда даже пишут официальные жалобы. И мы, конечно, на это все реагируем быстро и устраняем. В последнее время это стало более заметным. Каждое утро на улицы Симферополя выходит целая армия дворников. Впрочем, этого мало. Ведь отремонтировать сломанные фонари и лавочки им не под силу. Их нужно полностью заменять. Но сложнее всего уборщикам приходится с граффити. Стереть художество вандалов порой не представляется возможным. Смыть их очень тяжело. Все средства, которые мы применяли, антивандальные, они очень малоэффективны и плохо работают. Соответственно, остаются пятна на этой поверхности, что портит вид эстетически этого подземного перехода. Люди каждый день пользуются этим, видят и пытаются как-то прикнуть нас. Даже с учетом специального антивандального покрытия, краска из баллончиков, излюбленный инструмент вандалов, очень хорошо ложится на плитку, глубоко в нее впитываясь. Отмыть такую краску довольно тяжело, а значит и сомнительное художество в новом переходе останется надолго. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. На территории Крыма продолжается активная иммунизация детского и взрослого населения против гриппа. На сегодняшний день привито почти полмиллиона человек, из которых около 100 тысяч дети. Эпидпорог на полуострове в пределах нормы, но расслабляться не стоит. Впереди холода и новые вспышки инфекций. Специалисты рассказали, как не заболеть, а жители крымской столицы, в свою очередь, поделились народными средствами по поддержанию иммунитета в тонусе. Эта осень балует хорошей погодой, поэтому уровень заболеваемости ОРВИ носит не эпидемический характер. Однако, с наступлением похолодания, медики ожидают наплыв заболевших. Чтобы не допустить распространения вируса, специалисты рекомендуют в первую очередь сделать прививку. Вакцинация у нас идет с 1 сентября. Она идет достаточно интенсивно. У нас провакцинировалось около полумиллиона человек уже в Крыму. Вакцинация продолжается. Она будет продолжаться до ноября и, по необходимости, возможно, даже будет немного продлена. Жители крымской столицы помимо вакцин не пренебрегают инородными средствами – травами, чесноком и медом. Чеснок расставляем. Чеснок, ну, много жидкости пить, а больше, если же, вряд ли. Может быть, только марлевые повязки. Закаливание. Береть слизистую, закапывать в нос масло, чтобы протекало оно, потому что скапливаются вирусы, бактерии вот здесь. Чесночок, лучок, медок, закаливание, физическая нагрузка. А я всегда начинаю в районе, вот, начала октября, конец октября, ноября пью травяные чаи. Всегда печу. Лимонные. Пока в Крыму держится хорошая погода, медики рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе. А с наступлением холодов соблюдать меры предосторожности, избегать массового скопления людей, не переохлаждаться, есть больше овощей и фруктов. Яна Витурнюк, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Сотрудникам крымской полиции удалось раскрыть и ликвидировать крупный наркокартель. Правоохранители задержали организатора трафика запрещенных веществ. Оперативники выяснили, что более 150 тайников в Симферополе и Саках числятся за 46-летним иностранцем. Мужчина распространял товар через закладки с помощью интернета. В съемном жилье местного наркобарона полицейские нашли несколько десятков тысяч разовых доз таких запрещенных веществ, как N-метилофедрон, мифедрон, метамфетамин и другие. Кроме самих наркотиков, у мужчины изъяли телефон с перепиской и фотографиями закладок, а также банковские карты с солидными суммами на счету. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Закон предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Мы переходим ко второй части выпуска и вот о чем пойдет речь далее. Президентский грант на миллион семьсот тысяч рублей. Выигранные деньги направят на восстановление Старорусского кладбища в Симферополе. Участников много, а побеждают в основном крымчане. В Симферополе стартовал ежегодный мемориал родоначальника местного бокса Педро Саеса Бенедикта. Сейчас уровень, мне кажется, повыше, чем тут соперники. С начала следующего года российским водителям придется не только дуть в трубочку алкотестера, но и проверяться на содержание наркотиков в организме. Рассказал начальник управления по обеспечению дорожной безопасности МВД Российской Федерации Михаил Черников. Правоохранитель представил инновацию на международной выставке «Дорога-2019». Проверка на запрещенные вещества будет проводиться с помощью специального прибора. Если инспектор найдет наркотики во время освидетельствования водителя, тому придется пересесть на общественный транспорт или ходить пешком. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры выиграло президентский грант на разработку проекта «Восстановление Старорусского кладбища в Симферополе». Сумма гранта составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. Деньги пойдут на проектную и подготовительную работу. Будет сделана страница в интернете, где обозначат интересные памятники на этом месте и представят концепцию сохранения парка. Проект разработают к ноябрю 2020 года. Однако сами реставрационные работы не включены в президентский грант. Ими будут заниматься после составления самого проекта. Напомним, Старорусское кладбище находится в центре Симферополя. Его площадь более 10 гектаров. На нем похоронены известные государственные и общественные деятели, а также участники всех войн, проходивших на территории Крыма. В России запретят ездить на новых автомобилях без номерных знаков. Об этом на Всероссийском семинаре совещаний дорожной полиции заявил начальник управления надзорной деятельности МВД Роман Мишуров. Согласно грядущим изменениям, теперь устанавливать номера будут сами дилеры. И уезжать из автосалонов водители смогут с уже закрепленными табличками. Магазины включат в реестр организации, осуществляющих регистрацию транспортных средств. При этом машин, приобретенных на вторичном рынке, новшества не коснется. Отметим, сейчас в стране на новом авто можно передвигаться без номерных знаков на протяжении 10 дней после покупки. В Симферополе стартовало главное событие местного масштаба в мире бокса. Ежегодный мемориал родоначальника этого вида спорта в Крыму Педро Сайса Бенедикто. Сейчас турнир уже не настолько представительный, как несколько лет назад, после обретения класса А. Но все же остается популярным в России. На этот раз на полуостров приехало около сотни боксеров из самых разных уголков страны. Свои условия гостям диктуют крымчане. На церемонии открытия побывали наши журналисты. Мемориал Педро Сайса Бенедикто – настоящая мясорубка, из которой умелыми и сильными выходят только лучшие. В разное время именно на нем путь в большой бокс себе прокладывали Александр Усик и новая звездочка крымского бокса, чемпион мира Глеб Бакши. В этом году турнир юбилейный, 40-й. В нем участвует едва ли не рекордное количество спортсменов в российской истории Крыма. Приехали даже из Новосибирска, Мурманска и Ханты-Мансийска. Впрочем, знал мемориал времена настоящего рассвета. МАИБА присвоила соревнованию класс А. За победу в нем стали награждать званием мастер спорта международного класса. В Крым поехали иностранцы со всех уголков Старого Света. Впрочем, и сейчас организаторы верят – занавес санкций пойдет, и на ринге снова будут представлены самые разные школы бокса. Будем пытаться. Пытаться. У нас уже, допустим, в Ялту приезжали греки, казахи, узбеки. Донецк был. Так что я думаю, что мы пробьем. Состав крымчан достаточно звездный. Регулярного участника в прошлом Глеба Бакши сейчас нет, однако есть другие титулованные спортсмены. Несомненный лидер этой сборной – Вадим Кудряков. Он уже двукратный чемпион России и одна из главных местных надежд. Мемориал для него – лишь подготовка к основным стартам. В ринг выходил с едва ли незакрытыми глазами, соперников не изучал. И тем не менее Кудрякову хватило раунда из трех отведенных, чтобы показать, кто хозяин ситуации. Соберник действительно попался не очень сильный, но молодец пристоял. Поддержал победное шествие команды весовой категории 52 килограмма и Ахтем Закиров. Ему противостоял Ибрахим Хафизов из Ставропольского края. Здесь победу определяли уже судьи. Впрочем, крымчанин доминировал во всех раундах. Такой результат вполне закономерен, ведь на протяжении сезона Закиров был участником тренировочных спаррингов с ведущими представителями своего веса в стране. С первыми номерами, которые сейчас на чемпионате мира боксировали. И на них рост как бы. И сейчас уровень, мне кажется, повыше, чем тут соперники. Мемориал Педро Саеса Бенедикта включает в себя ежедневную и вечернюю программы боев. Финальные его поединки пройдут в субботу, 19 октября. Тарас Березицкий, Артур Хороший, Служба новостей, ИТВ. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok На площадке представители заводов-изготовители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и других регионов России. Посетить выставку приглашаются представители компаний-застройщиков, специалистов-строителей, электриков, представители санаторно-курортного комплекса. Для развивающегося быстрыми темпами полуострова такие события особенно значимы. Выставка очень полезна. Она дает возможность завязать новые контакты, заключить новые контракты. И, конечно же, мы только приветствуем эти выставки, потому что они дают возможность и высокий потенциал для развития нашего Крыма. Сейчас те темпы, которыми развивается Республика Крым и город Севастополь, то, что мы уже успели увидеть, это настолько интересно, настолько это нужно для нас всех, что вы видите сами по количеству участников выставки те материалы, оборудование, технологии, которые сегодня нам представлены на этой выставке. Выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение» в Крыму работает на протяжении 17 лет и за это время зарекомендовала себя в кругу крымских предпринимателей. В экспозиции представлены более 70 предприятий из разных уголков страны. В официальном открытии выставки приняли участие представители профильных министерств и ведомств Республики. Все больше и больше предпринимателей с материка к нам сюда приезжают. Это хорошо, это какое-то новое вливание в предпринимательское сообщество, которое даст возможность развитию нашим предпринимателям. Среди участников выставки – компания «Градиент». Представители завода приехали в Крым с юга России, Республики Адыгея. На рынке предприятий уже пять лет. География распространения их разработки теплового агрегата обширна. От Калининграда до Владивостока специалисты уже защитили от холода сотни российских семей. Экономичный электрический котел позволяет сокращать количество потребляемой энергии в два раза. Все производство котла от первой гайки до выпуска его производится непосредственно ООО «Градиент». Состоит из металлического корпуса. Все комплектующие, которые здесь используются, они заводские. Его очень трудно сломать, его очень трудно повредить. У нас вот собрана электроустановка, радиатор, все, что нужно. И хочу обратить внимание, котел в данном случае демонстрационный. Вот он с размером со спичечный коробок. Температура сейчас радиатора 84 градуса. На рынке в Крыму у нас есть представитель Котов Максим, город Севастополь. Все данные есть на сайте gradientdom.com. Заходите и вы все увидите. Основной задачей Московской торгово-промышленной палаты является поддержка бизнеса и содействие развитию предпринимательства в Москве, выстраиванию взаимоотношений бизнеса и власти. Московские компании представляют свое участие на данной выставке. Также в течение года мы участвуем на 8 или 9 выставках ежегодно. Концевая муфта на 145 кВт здесь представлена. Она служит для соединения воздушной линии электропередач с кабельными линиями. Ноу-хау в том, что здесь не применяется масло, что упрощает монтаж, транспортировку и позволяет устанавливать ее под любыми углами наклона. Межрегиональная строительная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение» открыта для посетителей до 18 октября по адресу город Симферополь, улица Набережная, 75 В, торговый центр «Гагаринский». Вход на выставку свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова